и всем добро пожаловать лонг дар чане на канал перфект геймер play с вами олег ну что ж дорогие друзья сегодня будет у нас четвертый эпизод первая серия друзья будет история маккензи я так понял так что друзья не забывайте пожалуйста подписываться на канал ставить ваши королевские царские лайки для меня это очень важно так как я на и тогда начинаю понимать то что мой контент вам необходим и вы его смотрите ну а для меня это будет большой мотивации поддержкой друзья так что всем приятного просмотра мы начинаем зачем мы должны защите этого говняка он слишком тяжелый да заткнись ты нахер мэтис приказал тащить ублюдка вот мы и тащим они приближаются слыхал о том что случилось локером не верь всему что говорят кретин стрела в груди мужик прямо в груди волки так не делают да ладно волки не стреляют из луков неужели ты сам догадался иди ты нахер за нами кто-то охотиться и это точно не волки мэтис с этим разберется да что мы вообще здесь забыли не забывай про план сначала выдачи донора донор чокнутый ублюдок бред собачий черт он очнулся воды и мэтис бэй мэтис он пришел себе так так живой значит это не твоя заслуга у тебя крепкая башка пилот а я говорил что я упертый женщина та про которую ты расспрашивал на дамбе да она еще там теперь и спешить некуда эх ты ублюдок расслабься маккензи с ней даже не знаком откуда вот и так она одна старушка которая заблудилась забрела на дамбу пока я там отсиживался увидела меня стала кричать пришлось ее заткнуть чудовище ты даже не представляешь какой а почему ты за нее так переживаешь это это неважно может быть причина вот в я уже говорил я даже не знаю что это но ну хорошо пилот мы все равно скроем замок уже скоро и и тогда мы оба узнаем что внутри ах да маккензи да дерьмово выглядишь черт мэтис сколько еще мы будем нести этого бугая завалю же хлебалом этот бугай может стать нашим билетом так что неси его и завали хлебала они нас нашли какого черта пожирали прикинь вот так вам и надо сволочеки геллер убери его от меня черт мне нужна пушка подходите получите ублюдки да пошли тихо кинт слушай но маккензи выжил а где пилот они не должны найти меня надо освободить руки шеволки вают а мать из ярости так эту штуку нельзя подобрать осмотреть нет так что у нас есть инвентарем ничего у нас по ходу нету хотя во втором сезоне мы так маккензи одели версачи в зимнее не аптечек нифига ну что ж сохранимся то тут повсюду волки блин куда он мог деться идти на север надо идти на север блин какой он умный просто блин думать что впереди волки наивный так в какой-то расщелине мы с тобой бродим сперва найдем его вас господа арестанты не смучает то что там волки бегают а вы меня собираетесь искать я уже пальцы не чувствую он должен быть где-то здесь слушая их так слышу как будто не вот прям вот у за поворотом где-нибудь так туда прямо да надо идти попутно оглядываясь может быть что то есть чтобы нам бы пригодилось меня не должны видеть куда он делся найти его не то пожалеешь на корточках сможете пролезть под низким препятствием спасибо игра за обучение четвертом эпизоде что арестанты притихли не нравится нет так кажется она пошла друзья заставочка нашли его следы нет ничего но эти проклятые волки мне нужно покурить поливать на волков надо быстрее его найти черту пускай бежит волки не дадут ему далеко уйти послушай кретин мэти сказал что пилот наш билет с этого проклятого острова разве ты не хочешь вернуться на материк геллер ты же видел эту стрелу мужик надо найти этого парня пока мэттис опять не взбесился ты знаешь как он в небе пошли не хочу выбирать между мэттисом и волками не нравится мне это место о слушай вон тем окурком нельзя этот ну я не знаю веревку на руках поджечь судя по всему нет ладно пойдем дальше сохранением нельзя останавливаться так слушай но показатели хоть наши не падают жизни еды воды там я не знаю температуры уже неплохо уже неплохо друзья и вправду на волков бы не нарваться то нам отбиваться с тобой нечем даже руки связаны давай дыши дыши макензи карты тоже у нас нет так подкоплю станину немного чтоб если чё вдруг удирать придется окно нам один только путь прямо смотри доме какой-то так смотри пила какая-то пила совсем ржавая с этой веревкой должна справиться я тоже так думаю макензи пила дружба друзья очищена вся в кровище или ржавая ржавая наверно все макензи теперь у нас развязаны руки так давай-ка боярышник соберем может хватит на чайку запарить мало ли пригодится так туча у нас есть ничего ну окей погнали дальше погнали дальше макензи так наверное вот сюда надо идти так давай-ка еще соберем чайковского потом запарим с тобой из боярышника из шипованного боярышника круто как старые добрые времена макензи снова мы вместе снова приключения снова выживаем круто ведь так вот где там надо в пиксель попасть навестись оу щит о май гад опять он баль макензи блин тебя прямо везет на удары по роже блин вот и пригодился твой металлический контейнер мы с тобой еще не закончили пилот далеко не уходи глава 1 тоска черного камня слушай где-то в тюрьме мы на зоне так сказать но зато хоть тепло смотри не так-то все и плохо макензи судя по всему когда свет вырубили друзья камеры видать открылись и все заключенные начали сбегать устроили бунт вот как они оказались на свободе ты очнулся я слышу как ты там возишься подойди к окну надо поговорить встань на унитаз чтобы дотянуться до окна так что у нас арестанты читают ну здравствуй и добро пожаловать в этот сраный цирк ладно кто ты к сожалению я тут главный что-то не похоже да обычно я нахожусь по другую сторону решетки меня зовут франклин я начальник тюрьмы черный камень а ты кто маккензи франклин что тут происходит ситуация такая мы с тобой сидим под замком мэти с его нами бандюгами пытаются кое-кого вытащить из одиночной камеры мы живы пока что а значит мы им зачем-то нужны электричество нет уже несколько дней и помощь влияет ли придет похоже на то так кто такой мэти с одиночной камеры и так мэти с ты его знаешь а да и очень давно его судили за убийство на материке лет 10 назад отсидел 7 и вышел поуду тогда я был начальником одной из федеральных тюрем и скажем так мэти с не гори желанием присылать мне открытки на рождество есть идея что он здесь делает к сожалению да он пришел за донором донор это еще кто его сын черт прямо в семейное воссоединение уродов мэти с бандит но бандит старой школы убийство кражи угоны и ограбления а вот донор он очень похож на отца но это еще не все понял он плохой человек он закрыт черном камне понимаешь что это значит смотри мэти с плохой человек но донор еще хуже за эти годы я много преступников повидал но донор из всяких людей начальник их тюрем и не спят по ночам он прогнил изнутри именно для таких и строят тюрьмы типа черного камня таких как донор уже не исправить они здесь для не для перевоспитания их просто нельзя возвращать в обычное общество они хотят уничтожить мир в котором мы с тобой живем уж если мэти с плохой то донор настоящее зло так черный камень черный камень значит да тюрьма строгого режима построена сотню лет назад пару раз ремонтировали настоящая крепость выход есть видел стены на пути сюда я был в отключке нет в общем стены такие высокие и не особо впечатляют знаешь почему понятия не имею потому что любой безмозгный сукин сын который надумает сбежать будет пробираться через 50 километров непроходимой топе в которой живет куча опасных зверей так что удачи найти дорогу которая ведет сюда все сюда мы же как-то попали да но выбраться как лет двадцать назад сбежали двое заключенных они вернулись через три дня полумертвые умоляли взять их обратно и это была середина лета я тебя понял донор понял он очень плохой человек мэттис пришел сюда и чтобы его вытащить напомню почему нас еще не убили но тут целая история пару недель назад вырубила электричество запасные генератор какое-то время держались но потом заключенные вырвались и смели охранников они взяли ключи от камеры одиночки пошли за донером и на это все и закончилось но они не смогли открыть дверь в камеру что-то ее удерживают и это сильно бесит мэттису это стало плохой новостью для нас с тех пор как меня заперли здесь я не видел ни одного человека я опасаюсь худшего а теперь когда еще и мэттис здесь но если электричество нет почему двери до сих пор закрыты на них установлена механическая защита напоминает тюрьма очень старая хотя это все равно не объясняет почему донер еще за заперти что ты имеешь ввиду но по моим прикидкам они уже должны были освободить его но что-то или кто-то им мешает наверно молит друзья хочешь сказать тут есть кто-то еще именно это я и хочу сказать но кто я не знаю но из-за всего мэттис злой как черт так что поводов хоть для малейшей радости у меня нет черт они идут возвращайся на койку быстро ну что пилот ты вернулся в мир живых пока что ага но у тебя у меня уже голова болит от одного взгляда на тебя хочется убивать эй начальник кажется у нас небольшая проблема я все никак не могу попасть в одиночку ты не знаешь почему я уже говорил тебе мэттис в тюрьме есть какая-то система блокировки она включилась еще до твоего прихода даже не смей произносить мое имя я ничего об этом не знаю парни говорят что-то ковыряется в системе они говорят стало еще хуже каждый раз когда им почти удается открыть замок перед ними встает новое препятствие разве не ты был здесь главный я и ты говоришь мне что понятия не мишка тут все работает том-то и дело сейчас все работает не так как должно бред собачий не трать мое время и свое тоже не трать у тебя его не останется если мы не откроем ту дверь мэттис я ничего не знаю дай-ка свяжу тебе память мэттис слушаем эти добрейшей души человек может не так сильно слушай он может пригодиться чтобы вытащить его мэттис он паршиво выглядит ты перестарался я же говорю веселый души добрый человек приведите его в порядок и ухаживает смотри и в порядок приводит да и голова те и правда болит причем два раза черт он совсем плох ага мэти стал вообще не управляем из-за донора он почти с картушек слетел почти после крушения автобуса он сам не свой будто зверь в клетке на что он вообще рассчитывал помнишь манреал да короче надо валить отсюда как-то ребятки я не про этот тупой кретин помнишь как мэти сбежал а это меня ж там не было только слышал в общих чертах вот и вот приводи начальника в порядок пока я буду рассказывать короче план был очень хорош мэти с его месяцами подумал и у каждого была своя роль все было как чертовом кино итак мы выбираемся и начинаем наводить там шороху мы выходим главным воротом ох и шуму было настоящий хаос а водила который должен был нас подобрать опаздывает да ладно прохладно кретин короче водила подъезжают только минуты через две сирены вовсе вревут тюремные охранники за нами ощущение что нас вот-вот схватят все почти конец мы кричим мэтису мол давай мужик пора сваливать но мэти стоит просто и сверлил глазами водилу смотри как смотрит как удав на кролика водила в ужасе мэти с подходит к фургону медленно мы все запрыгиваем туда и кричим мол залезай и и мы видим как в нашу сторону бегут чертовы охранники все оттас надо уносить ноги мэти с он вытаскивает водилу из фургона поворачивается к нам смотрит на нас безумными глазами и говорит уезжайте спокойным но грозным тоном а затем начинает выбивать дерьмо из того водилы я знал что монреале все было плохо но чтобы настолько в общем то мы и уехали а вот мэти с копы только пятером смогли оттащить его задержка водилы его волновало сильнее чем чем то что его снова схватят чертов нахер псих мэти с ней стерпеливых он очень любит когда план срывается очень не любит а сейчас накрывается его план вытащить донера это лишь вопрос времени когда он психанет как монреале еще да он плохо выглядит да и что мы будем делать если он умрем нам же будет хуже спрашивать он не будет нужно как-то его заштопать но на пути сюда я видел какую-то больницу ништяк гони туда за припасами ага хренов чё-то сдавай разве не слышишь что полно волков не будь идиотом сходи сам туда иди почему это я всегда делаю ага а когда тогда пошел искать лакера когда он пропал я туда ни за что не вернусь я это сделаю то что нибудь слышал я сказал что я это сделаю выпусти меня и я добуду припасы да мы не с тобой разговаривали пилот сиди тихо и мылись чтобы мэти не перевел свое внимание на тебя если он умрет карта пойдет на вас она вам надо карта пойдет кто так вообще говорит слушай сюда пилот может закроешь варежку разве умеешь что терять я схожу туда на меня не нападут волки невелика потеря будет да погоди мужик это плохая идея у мэтиса есть на него планы заткнись ладно ты прав ты наверняка уже успел там освоиться думаю пару волков для тебя уже не будет проблемой мы тебя выпускаем ты приносишь припасы и начальник живет возможно мы даже не дадим мэттису сожжать тебе с потрохами в следующий раз меня понял вы меня выпускаете я добываю припасы начальник живет видишь он быстро учится ты все исправишь пилот только не облажайся вот так вот друзья шевелись пилот у начальника не так много времени если ты вздумаешь бежать не забывай что твои цены чемодан у нас слушай на хера вам отсюда выбежать дед лико суровый смертельный мороз как же мне тебя не доставляла слушая зачем вам отсюда выбежать с этой тюрьмой здесь никого нет сюда на остров никто не вернется чего вам терять обустроили бы ее и все так в тачках ничего нету как может быть здесь в автобусе чем-то газетка есть если что что-нибудь разожжем так водительские перчатки так 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 подожди качу такое снять а вот что-то иконка исчезла друзья так потихонечку деваемся в шмот в луи не тон карта есть у нас карты у нас нету так нам нужно с тобой искать больницу да наверняка здесь что-то будет тут уже все не обшмонали наверное так дверь это заперта не пройти не пройти ребятки так а здесь что не кликабельная дверь так камень 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 так ворота также есть тут что ну-ка давай-ка посмотрим ничего бардачке так быстренько смотрим в козырьках ни разу никогда ничего не находил козырьках так смотри туда проход ведет за проход так больничка какая-то тюремная закрыта закрыта все я понял не теряем времени бежим дальше так здесь что тут тут что у нас там кто-то нахер чавкает там кто-то чавкает алё ребятки че серьезно что ли смысле алё так тут заперто так еще дровишко ничего не волчара позорный там уголек давай берем хер его знает сколько нам топать друзья вот так мы с тобой будем заряжены как это нельзя взять как дубинку нафиг прочитать текст архивная черт друзья на паузе можете пожалуйста прочитать не буду терять время чтобы не промерзать температура потому что у нас падает так газетку берем ищите так запятанной крови страницы на территории черного камня и за ее пределами а зачем так же лет отлично посиделиме ничего нету так пулька для револьвера значит это намек уже где-то скоро над ним пистолет так макензи отдел даже летку отлично но все равно мы как бомжи но в луине тони немного так рюкзак смотри берем берем вали урод даже не смей сюда гавкать так карту открыть не могу давай берем сколько у нас там по весу-то 30 килограмм у нас только почти 10 грудь берем ткань берем газетку для рожеков все поднимаем друзья деревянные спички интересно какие еще спички бывают резиновый банка с порохом ткань молодая береза вот такое первый раз вижу за все четыре эпизода друзья сухая молодая береза ткань зачем нам столько ткани это блин ладно есть есть это хорошо так все больше ни хера там нету ухты какие дисочки титари давай тоже возьму может для рожига или еще куда-нибудь бронс point если только отогреться но вроде бы еще норм чудовая на картонах наверно пройдем потому что там волчара двух метрах прям так к он там арестанта есть что ли так пока он там занят оленя живет мы с тобой так а вот и тюремщик надзиратель про пролом стене говорил наверное то и есть этот пролом так но вроде бы в болчара не агрится вроде бы не агрится давай-ка здесь как-нибудь аккуратненько пробежим главное не нарваться ни на кого не на волков так давай-ка сохранимся там какое-то тело лежит какой-то тельце так давай-ка его осмотрим так это надзиратель да у нас еще один охранник так давай кого обыщем ключ от тюремного шкафчика номер два берем оружейный патрон отлично откройте тюремный шкафчик номер два бежим нафиг там волчара ну чё сверху бежит блин хватит мне станины или нет вон он бежит так этот не байтится да так давай-ка на картонах попробуем проползти и вроде бы там обойти как там можно вот этот медпункт только с той стороны потому что там заперто и как-нибудь аккуратненько давай все это дело с тобой обойдем сохранимся давай пока станину бережем болин бежит бежим напрямки напрямки так 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 закрыть ворота да 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 нахер вонючки да 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 гавкай там так давай ка берем боярышник запарим так башню ту нельзя да смотри сюда тоже попасть нельзя так тут что у нас так давай-ка закроем на всякий случай пальцы они мели да да макинзи я в курсе как холодно кстати что с погодой минус 6 макинзи минус 6 всего ты чего не рычи собака так тут заперто так это больничка по моему да так смотри при согреться тут можно набор для шитья берем шоколадка или лично чипсы пустую банку берем кипятить боярышник будем с вами варить так хоть какие-то при к эти припасы только она нам надо у нас сейчас все эти уркоганы позабирают так берем так лучше у нас дожили даже в мусорке объектов не объед ков нет все посъедали пустая банка да так не надо она нам это точно больница или столовка так микроволновки еще нибудь нифига нету так газетка берем для розжига да сколько что здесь газет это пулька оружейно футболка открыть сейф нужен ключ так кеды отлично спортивный еще пулька тревольвера и еще и еще слушаю жестоко пулек нашли оружие все нету термобелье так туча у нас повязка обезболивающе книжки книжки так ну какой-то ключик еще с тобой нашли вот от 2 шкафчика который за следующий кто обчет у нас наверно рушка будет нет ну нифига себе шмот какой так а тут уже ключики нужны на так фонарик давай возьмем так получается от номер восемь нужен ключ от номера три так и берем так ткань берем стол шапка так чем этом с тобой делится давай-ка глянем как мы уже смотри намного лучше штаны маккензи армейские штаны наверное давай оденем эти наверно разберем вот так вот по ботинкам так 05 это не хуже давай а не чем отремонтировать да ну это можно выбросить так шапку маккензи одел все отлично как вы водите вонючки а аж по ушам бьет так вентиляции ничего нету козлы бегают там так смотри туда можно попасть там я чё-то вижу чемодан какой-то тайник так сюда попасть можно нет нельзя варежки отлично так древесинка так в окно давай залази надеюсь нас не встретят прикладом по башке теперь надо найти медикаменты для начальника я понял маккензи так давай-ка варежки посмотрим так действием давай-ка отремонтируем их да они тоже в сраты были ну хоть такие ладно ветровка так ветровка куда нам так 0504 но лучше водонепроницаемость и этот непродуваемость лучше давай наверное и оденем вот это выбросим водичка антисептик так давай шкафы залутаем блин нахера так этого охранника было херачи что доставили проблем сами себе они вот типки были неудивительно кроме бумаги что мы здесь с тобой ничего не найдем в этих шкафах так тучи в контейнере у нас ткани набор для шитья чипсы с кетчупом нифига себе так там куда-то ведет какая-то куда-то дверь так батончик возьмем еще контейнеры тут у нас стопка бумаги книга зачем книгу держать в контейнере и бумагу интересно используют не по назначению телефон звонит друзья да иду иду ну иду иду записка прочитать текст друзья на паузе пожалуйста прочитайте так и там был ключик ключ от тюремных ворот хуки алло это молли наверно я так думаю друзья нет кто ты черт возьми я могу спросить тебя о том же не выедеживайся кто ты никто я никто просто пилот участник меня зовут эм забыл свое имя меня зовут маккензи ясно что ж мистер маккензи я никакой не мистер просто маккензи что ж мистер частный пилот маккензи добро пожаловать на вечеринку ты работаешь на этих козлов из тюрьмы на каких именно в смысле нет я на них не работаю тогда что ты здесь делаешь откуда во ты мне звонишь откуда во где и в безопасности послушай-ка мистер маккензи скоро тебе предстоит решить на чьей-то стороне в этой маленькой шахматной партии я ничего не знаю о каких ни о каких ситуациях и я не собираюсь выбирать стороны я на своей стороне что ж это хотя бы честно уже кое что где и чего ты хочешь ого ответ был чертовски длинным сейчас я там где козлы из тюрьмы меня не достанут но не могу сказать о тебе том же слушай начальник тюрьмы мы ранен я просто пытаюсь его спасти значит они выпустили тебя из тюрьмы и потом просто так позволят тебе вернуться верно но ты им не помогаешь нет что-то в твоей истории не сходится слушай почему бы тебя не сказать кто то может я смогу помочь и тебе помочь мне блин ты даже себе помочь не можешь это ты срываешь планы заключенным может и я а может и не я в любом случае я тебе не скажу откуда вам не знает что ты не один из ребят донера и не пытаешься заманить меня в свою ловушку донер значит ты о нем знаешь блин да очнись ты все дело в донере понимаешь без меня этот ублюдок уже перестал бы вгнить своей одиночной камере этот больной псих уже выбрался и разгуливал по этому морозному аду ну говорят здесь не так уж и плохо летом береги себя мистер маккензи мне кажется волки волки сильно проголодались я постараюсь слушай эта моля еще то больная да уж это было странно найди тюремный грузовик с медикаментами так кожаные туфли ну-ка давай-ка примерим к кожаные туфли так ну нет они хуже по продуваемости и так далее по водостойкости так ну а вот разобрать мне кажется их стоит для починки других материалов да высушенная кожа она нам как раз понадобится редко ее найдешь друзья так пока не буду чинить наверное будки этого мистера маккензи вдруг найдем что-нибудь по имбови и как бы сгодятся еще так вот тут а какая-то дверь у нас была так не открыть это открыть спальный мешок берем а если мы ящик с тобой разломаем так а нечем нечем так дверь на выход друзья так вот мы где откуда вы вышли смотри неплохо очень неплохо но у нас какой то есть ключ ого у нас уже есть с тобой карта тоска черного камня отлично ну что ж дорогие друзья давай мы уже отправимся в следующей серии туда к этому автобусу найдем все те нужные нам медикаменты потому что уже темнеет надо бы отдохнуть покушать наберемся с вами друзья сил и уже в следующей серии отправимся покорять и разгадывать эту историю проходить эту историю так что друзья с вами был канал перфект геймер плей олег так что друзья подписывайтесь на канал ставьте ваши лайки до скорой встречи всем пока